Доброе утро! И, ну, начать нужно с того, что совершенно поразительно для меня было то, что митинги прошли по всей стране, потому что Москва и Питер, в общем, они всегда ходили традиционные, в общем, и Хабаровск в последнее время ходил, и Екатеринбург ходил. Было понятно, что в том или ином смысле совершенно точно там бы вышел народ, а вот то, что народ вышел в таких городах, как Брянск, например. Братск, да. Братск, да. Да, но вот что меня больше всего поражает, это, конечно, у меня такое ощущение, что у нас во власть покрался диверсант Иван Помидоров, который специально делает все так, чтобы, во-первых, ситуацию раскачать, а, во-вторых, чтобы максимально глупо в этой ситуации выглядеть. Вот как вот с этими вот двумя гражданами, которые пришли к Симоньян в ее, значит, это самый эфир после отравления в Солсбери, Петров с Башировым. Петров и Васечкин, да. Да, вот. Но это как бы начало было глупости, а вот ты мне объясни, зачем Навального вообще арестовывать стали? Ну, вот ты представь себе ситуацию, вот летит самолет с журналистами, его сажают где положено. Масса встречающих, а Навальный просто проходит там. И ничего не происходит. Не милиционеров, ничего нет. И ничего не происходит. Если им так хотелось его вызвать, ну, вызвали бы там через три часа, пусть только он домой приехал. Ну, например. Ну, зачем-то это сделали вот таким вот образом. Зачем устроили вот этот, ну, совершенно смехотворный мультипликационный суд над Навальным, который в полиции происходил. Да, под, это самое, портретом Ягоды, которого, если кто не помнит, на самом деле потом самого репрессировали. Абсолютный же идиотизм. Зачем так дурацки выглядеть? Второго февраля я абсолютно не сомневаюсь, что будут выглядеть так же дурацки, что бы ни сделали. То есть там ведь по большому счету есть два варианта развития событий. Вариант номер один, что Навальному действительно вкатывают нарушения режима, и в этом случае он свои три с половиной года условно, которые у него еще оставались, сидит от звонка до звонка, причем вне зависимости от того, что у него практически они закончились. Там до окончания вот этих условно оставалось там пять что ли дней. Сидеть он, если ему дадут срок, будет все три с половиной года. Ну, вернее, назначит ему сидеть ровно три с половиной года. Неизвестно, сколько он на самом деле просидит. Вот. Это первый вариант развития событий. В этом случае, естественно, будут выглядеть глупо, потому что, ну, если абстрагироваться от трагизма ситуации, то получается, человек сперва отравили. Потом он, ну, как человек честный и смелый, приехал обратно к себе домой, в страну свою, в которой он живет. И, не дотравив, его, значит, соответственно, посадили. Ну, как бы в общей конве, ну, более глупо себе сложно представить, как выглядит. Но тоже можно. А представь себе ситуацию, например, что Навальный приносит справку от врача немецкого, что тут ему запретил перелеты. Причем, на самом деле, никакая экспертиза эта справка уже опровергнуть не может, ну, кроме того, что установят, что она поддельная. Это прям совсем уж маловероятно. И в этом случае его выпускают. Вот, ну, тогда еще более глупо вся эта конструкция выглядит. Потому что, а тогда зачем арестовывали? Зачем вообще все это устраивали? Зачем вообще все это шоу устраивали? Там, такая же ситуация вот с этими вот митингами. Ну, ты мне объясни, а их зачем вообще запрещают? Ну, разрешите, не будет никакой проблемы. Вся вот та ситуация, которая сейчас развивается, когда часть людей выходит на митинг именно для того, чтобы побузить. То есть, грубо говоря, даже не потому, что они вообще против этой ситуации. Они, наверное, против, а может быть, кто-то и не против. Но есть люди, которые выходят, ну, вот это такой день непослушания. У них маленький процент довольно, но... Но, тем не менее, слушай, и вот я тебе скажу, что этот маленький процент кидает этими самыми снежками в милиционеров, играет в футбол каской милиционерской, бьет этому проезжавшему минимум мимо АМРовцу его стекла и там подбивает глаз и так далее. Про глаз опровергли уже, я хочу отметить. Не, ну, оно следовало ожидать, потому что, когда заявили, что ему выбили глаз, это, в общем, выглядело немножко по-дурацки, потому что разбито у него было левое заднее стекло. И вот глаз выбить таким макаром, ну, никаким способом невозможно, если только он не отъедет назад, не откинет сиденья и не высунется вот так вот из этого заднего стекла. Слушай, ну, а с другой стороны, я хочу тебе, да, вот переадресовать сообщение. А вы, Никита, как себе предполагаете, что надо дальше продолжать интеллигентски подставлять себя под дубинки? По-моему, Снежке это безобидный, но вполне очевидный ответ ОМОНовцам, что их не боятся. Еще раз повторяю, я не готов осуждать людей за их вот такую реакцию, потому что эта реакция спровоцирована, спровоцирована она властями. Я вообще не очень понимаю, почему, собственно говоря, митинги, которые у нас прописаны в Конституции статьей, вот, слушай, вот на самом деле в этом смысле очень прав Пивоваров, который сказал удивительную вещь. Вот там все же говорят, что вот детей привлекают на митинги. Ну, во-первых, нигде не написано, что детям нельзя ходить на митинги, это раз. Но это ладно, это как бы проехали. Вот представь себе тех самых детей. Они на обществоведении изучают себе замечательным образом нашу Конституцию, в которой им говорят, что вот есть право у граждан свободно собираться без оружия, высказывать свою точку зрения. Там нигде не написано, что эти граждане должны быть совершеннолетние. Никитушка, я тебе больше скажу. Если я ничего не путаю, а если путаю, то сейчас слушатели меня поправят, по-моему, в законе, который как раз регулирует процесс организации митингов и получения на них разрешения в том числе, хотя оно вообще до юра не требуется, есть момент, что лицо, достигшее 16 лет, может являться организатором. Организатором. Да. Организатором. Ну, нигде не написано, что лицо, достигшее 16 лет, может ходить на митинги, а недостигшее не может. Это что за сегрегация такая граждан Российской Федерации по возрастному принципу? И почему вообще вокруг вот этого всего нужно раздувать такую вот, знаешь, это все так фальшиво выглядит, это вот такое, знаешь, плакальщица вот такие, вот такая должность раньше была в, ну, в былые времена, когда приглашали специальных людей, которые на похоронах за деньги плакали. Ну, они вот приходили с одних похорон на другой. Вот это вот вечная истерия, ай-яй-яй-яй-яй, не детей. Слушай, ну так не надо провоцировать ситуацию, при которой одна часть общества, это милиционеры, они тоже часть общества. Кем бы они там ни работали, но они часть общества, граждане Российской Федерации, противопоставляются другой части общества, причем умышленно. То есть либо это диверсант Иван Помидоров, либо это вредитель засел во власти. Зачем это все утерировать и провоцировать? Вот все эти реплики там детей будут превращать в фарш. Ребята, а почему у вас в этой ситуации не возникают вопросы к ОМОНу, которые должны по этой логике этих самых детей превращать в фарш? Не-не-не, у меня даже не к ОМОНа вопроса. ОМОНу дали... ОМОН, слушай, ОМОН... К тому, кто дает им команду, окей. И даже не к ним, а к тем людям, которые вот эту всю ситуацию провоцируют, понимая, что есть определенный запрос у общества на то, чтобы выйти на митинг, разрешенный, подчеркиваю, Конституцией. Это конституционное право гражданина. Зачем каждый раз из этих митингов устраивать вот то, что из них устраивают? Это зачем кому надо? Для того, чтобы был повод попересажать людей, ну так они и без повода прекраснейшим образом сажают. Извини меня, когда после летних вот этих митингов в прошлых, летних, да, или весенних, я уж не помню, когда-нибудь... Летних, летних, это по выборам муниципальных депутатов, ты имеешь в виду, то, что после этого, да. Вот, летних, летних митингов стали давать по пять лет закидания в ОМОНовца пустым пластиковым стаканчиком или вообще за просто так? То, извини меня, спровоцировали этих самых людей, которые теперь считают, но если все равно посадят, что бы ты там ни делал, то уж тогда, ну, что, ну, как мыслит этот гражданин? Что бы мне не побузить, так я сбегу, и меня никто не поймает. Вот, особенно учитывая, что сейчас все в масках ходят. Раньше-то за в маске на митинге тут же начинали крутить. Винтить. А теперь, наоборот, нельзя винтить, потому что все ходят в маске. Ну, то есть, понимаешь, в чем дело? Зачем вообще всю эту ситуацию провоцируется? Я тебе больше того скажу. Вчера читаю комментарии господином Прилепином, да, Прилепином данный. Я думаю, что он его снесет со временем, потому что этот скользкий тип, такой ленек, он вечно, когда вот что-то напрягается, он тут же соскакивает. Прилепин пишет там какому-то человеку, которому зовут Боря, я не знаю, кто это такой, но какой-то Боря. Вот Боря, типа, там, ты врешь. 400 человек моих гвардейцев стояло на Пушкинской, посмотрели на все это и ушли. В следующий раз, это я цитирую дословно, не уйдут. И вообще я сторонник того, вы хотите войны? Давайте воевать, давайте мы вот сейчас мои вот эти гвардейцы Прилепином. То есть, извини меня, есть люди, которые мало того, что содержат частную армию, называя ее своим собственным именем в стране, еще и угрожают всем остальным гражданской войной. Ну так что мы хотим, если есть другие люди, которые создают саму ситуацию, так что действительно происходит противостояние одной части общества, другой части общества, я имею в виду милиционеров этих несчастных, мне их очень жалко по-человечески. Вот сейчас на меня посыпется большое количество каках, что вот они там, они не все бьют людей. А вот снежками в них кидают во всех. И они действительно, извините, они военнослужащие по большей своей части, они пытаются выполнять приказ. Они не понимают, где законный приказ, а где незаконный приказ. Они не академик Сахарова все. Они в милиционеры пошли, потому что у них с мозгами плохо, я стесняюсь сказать. И зачем этих людей провоцируют? Зачем это вообще вот эту всю ситуацию создавать? Это для чего? Тиранию объявить? Ну так ее и так можно объявить. Не надо для этого этих милиционеров гробить. Смотри, вот как тебе такое... И людей в тюрьму загонять? Тоже не надо. Ну а как без этого? Это же устрашение момента. А как без устрашения? Да это же ни у кого на самом деле особо не устрашает, судя по всему. Вот тебе, пожалуйста, ответ от слушателя Ростислава. Хороший комментарий. Если митинги разрешить и не запрещать, тогда на них выйдут не десятки, а сотни тысяч людей. Именно этого власти не желают видеть. И именно поэтому митинги запрещаются. Не хотят они расшатывания нынешней заборозавшей ситуации. У меня был один товарищ, который очень крепко пил. А в числе прочей недвижимости у него была дача. Под Москвой в поселке Жуковка. Такая большая, огромная дача на гектарном участке. Много сотен метров в даче. Ну, в общем, все как положено, академическое. И я как-то пришел к его маме и говорю, тетя Галя, ну, слушайте, с Андреем надо что-то делать. Он спивается. А на что он мне говорит? Да пусть он к себе в квартиру в Москву едет. Я не хочу это все видеть. Но власть вот таким способом, да, действительно выйдут сотни тысяч. И даже, может быть, миллионы выйдут. И что? Вот давай власть не будет не замечать этих вот людей, которые хотят выйти, а все-таки попытается понять, а что же все-таки этим людям надо. Может быть, власть озаботится, например, чтобы ее не ловили с этими дворцами таким примитивным методом. Ну, вот честно, вот ты вспомни предысторию вылавливания власти на этом дворце. Ладно, когда ее Беринкет ловит власть. Ладно, когда ее ловит профессионал Навальный со своим ФБК. Но, извини меня, изначально ее начали ловить просто обычные журналисты, потому что это шило невозможно утаить в мешке. Еще году в десятом, да. А может быть, не надо строить, извините, дач на территории, которых случайно обнаружился Геленджик? Может быть, все-таки надо поскромнее как-то немножко быть на государственные деньги? Или обратная ситуация. Вы не хотите быть поскромнее. Вы изображаете из себя такую супер-пупер-гиперимперию. Вы забыли о том, что, извините, сначала Советский Союз остался без большей части, ну, не больше, а определенной части территории Российской империи. Потом Советский Союз развалился, осталась, извините, от него тоже какая-то часть. Вы про это забыли? Хотите быть гиперимперией? Вопросов нет. Объявите официально, что да, это дворец президента Российской Федерации, да, государство его строит, этот дворец президента Российской Федерации, да, вот у нас он такой, вот весь в золоте, в винтифлюшках, и безвкусный, но мы считаем, что это красиво, и идите, извините, в пень. Ну, это, по крайней мере, будет понятно. Это не очень логично с точки зрения собирающих смс-ками на лечение детей всей страной нас как граждан, но это не очень логично с точки зрения того, что у нас там средняя пенсия, 150 евро, как 4 порции вакцины, которые людей колют, это не очень логично с точки зрения средней зарплаты, извините, такой же, как в 2001 году уже, ну, если в валюте считать, но, с другой стороны, это логично с точки зрения построения империи. Ну, вот, да, мы империя, да, вот был зимний дворец Петра, был, был летний дворец, был, Петербург построили, построили, а мы вот построили в Геленджике такую штуку. Можно? Ну, при определенных обстоятельствах, да, но в том виде, в котором она есть сейчас, ну, это, извини меня, очередной вариант, когда нас выставляют, ну, полным идет, я себе представляю, у кого теперь будет этому самому Путину встречаться вот с этим так называемым условным мировым сообществом, начиная от Си Цзиньпини и кончая, там, каким-то Ким Чен Иром. Ну, окей, с Ким Чен Иром, может быть, прокатят, а там с любым другим, то есть, представляешь, как все хихикать будут? Да. Я вообще не представляю, как в этой ситуации будет. Ну, это реально, это стыдобище какая-то с этими мафынками, которые он себе там развел с шестом для проституток, с казино домашним, ну, это просто уже ни в какие врата не лезет. Причем, понимаешь, Берлускони, гуляющие по буфету, такой, Берлускони, он такой бабок. Вот такой вот бабок крепкий. Вон там каких-то девчонок молодых, там, что-то еще. Но, понимаешь, вот этой пошлятины, знаешь, ампирный, такой ботичели, вот, понимаешь, вот прям вот текущий. Ну, это просто за гранью человеческого добра и зла. И при этом дума, которая сидит и обсуждает, под какую музыку пойдет наш олимпийский этот, который теперь под гимнем не может ходить, они, Катюш, хорошо они безграмотные, хорошо они необразованные. А представляешь, если бы они более образованные, предложили бы, например, чтобы это все пошло, ну, например, под Ленинградскую симфонию Шостаковича. А еще, не дай бог, под какую-нибудь Губайдулину или под Шниткой. Представляешь, каким алюром у нас спортсмены передвигались в этом случае. Нет, я не хочу себе представлять. Слушай, вот тут про Прилепина... Хареетникова, например, можно использовать для этой цели. Кстати, да, да. Про Прилепина наши слушатели пишут вопрос. Никита, вы понимаете себе, как и вот это Прилепину при всем том унижении, которое явно он испытал в субботу, удается сохранять какое-то пристольное лицо? Ведь я слушала в прямом эфире у ребят, у Вити и Даши, тот самый момент, когда действительно Прилепинские все одинаковые в фиолетовых шарфах пошли колонной к Пушкинской площади. Теперь этот человек говорит, что они просто постояли и ушли. Ведь очевидно, что ему дали команду прищемить себе хвост. А теперь он хорохорится. Как в одном человеке это уживается? Давайте так, Прилепин врун и болтун. Вот так вот объективно. Он врун и болтун. Вот он 90% вот этих вот сказок про то, как он море людей убивал на Украине, про то, что у него 400 этих самых его гвардейцев. Вот про это, про все. Это все болтовня, такая же, как сейчас у нас взлетит телеканал «Ракета». Я уж не говорю вот как-то среди интеллигенции почему-то стало модно говорить, ну он хороший писатель. Ребята, да какой он хороший писатель? Вы что, с ума сошли? Вы про Саньки? Это, извините, горьковская мать, перелицованная в ухудшенном виде. Только тот талантливый был, а этот только на уровне Дарьи Донцова канает. Вы про обитель, который вторично до такой степени, что оскомина берет, скулы сводит. Он плодовит, Прилепин? Это да. Я уж не знаю, у него там, как у Дарьи Донцовой сидят какие-то люди, которые ему писать помогают, или он сам просто графоманией страдает. Но, извините, эту называть престойно писать, что вы Маркеса нашли мне. Я вот читатель, а он писатель, он для меня пишет. Я это читаю, я честно, я все это прочел и не по одному разу, потому что я не могу понять, чего все так возбудились на него. Но это Дарья Донцова в хулиганистом виде и положенная на стыренную и Лимонову почву. Только Лимонов-то действительно был способный. Да, ему не повезло. У него вот тот момент, когда вот самый взлет его начинался, тут советская власть и кончилась, и он вот этим своим, ну, как бы это, я даже слово-то сложно подобрать, ну, вот этой своей позерством этим своим, он не к месту оказался. Да, тогда он поехал сюда, забрал себя. Помнишь, он у нас приходил в эфир с этим большим количеством прыщавых молодых людей, которые вокруг него тусились и клубились, выглядело-то ужасно жалко и смешно, такой старикашка и вокруг него, но при этом ранняя литература Лимоновой это просто вот это литература, в прямом, так, в большом понимании этого слова. Она может нравится, может не нравится, не нравится, но это литература. А то, что, извините, делает Прилепин, к литературе имеет ровно такое же отношение, как Прилепин завлит во Мхате. А еще Прилепин очень хочет быть похожим на Хемингурии. А еще он тут заявил, что он последователь Дениса Давыдова. Что? Какой Денис Давыдов? Да. Что вот Денис Давыдов... Ты что, серьезно, Никита? Да. Причем, понимаешь, у него же, у Прилепина же два плюс два равно четыре, поэтому пять. Идея была следующая. Значит, Денис Давыдов, когда ушел со службы, и когда, значит, ему к нему кто-то пришел и сказал, что вот сейчас аристократия вот бунтует против, значит, вот заскорузлого царского режима, на что Денис Давыдов сказал, что, ну, русский бунт я бы поддержал, а это, говорит, немецкий бунт я бы подавлять буду. И вот поэтому Прилепин типа Денис Давыдов. Хотя на самом деле Прилепин абсолютно деланная фигура, деланная совершенно понятная кем. Это продукт Суркова, абсолютный. И Прилепин, вот он просто вот реально он подстилка власти. Вот натурально. Ему что говорят, то он и делает. Вот как только модный во власти этот самый донецкий этот, который погиб, забыл, как его зовут, оттуда вы исчез, тут же Прилепинское рвение воевать в Донецке исчезло. Моторолу ты имеешь ввиду? Нет, 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 ну этот начальник его Прилепинский. Захар Чем. Как же его звали? О, вот точно. Ну их там слушаю, их там много. Это правда. Это правда. Этифицирую. Вот. Тут же Прилепин оттуда исчез. Тут же вся воинственность Прилепинская, она куда-то подевалась. То есть под этим он воюет, а под другими он не воюет. То есть с этим у него русский мир получается, а с этим не получается. Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали, да. Да. Ну, да не, ну это просто за гранью на самом деле. И вот он там начинает, меня нужно в школе, да, действительно, ему нужно в школе преподавать, как самого скользкого гражданина, который есть в стране. Вот это точно. Смотри, еще сообщение из Тюмени, пишет нам Олег. В массе люди вышли уже не за Навального. В последний год все несли убытки. Нищали. Я про 6 лет последний просто промолчу. Нельзя на фоне нищеты в стране 20 миллионов за чертой бедности по данным Росстата 20% не имеют доступа к центральной канализации и такими дворцами трясти. Еще и признать, да, это наш, как прямо пусть нет хлеба, пусть едят пирожные. Люди тогда вообще озвереют. На самом деле, я еще раз повторяю, вот у меня полное ощущение, что во власть прокрался диверсант. Причем, имеется в виду не в какую-то одну из башен, а вот он разом во всех пребывает в башнях. И всем руководит. Я даже боюсь назвать то имя, которое больше всего на этого диверсанта похоже. Так вот, такое ощущение, что делать специально. Ну, прям вот на самом деле. Причем, самым, самым наиглупейшим способом. Ну, окей, вы попались на этом дворце. Ну, назначите его какому-нибудь Олег Первого, чтобы он вышел и сказал, это мой дворец. Ну, например. А после этого подвергните его общественному отстракизму. Отберите у него аж целые 3 тысячи долларов штрафа за неправильно и дайте их на благотворительность. И да, дайте их на благотворительность. Ну, это жалко все. Ну, реально жалко. И главное ведь, понимаешь, ведь нас же воспринимают, вот нас как общность, как российский народ воспринимают вот весь остальной мир-то, вот смотря вот на это. И мне стыдно, извини меня, просто. Вот за это вот стыренное с воротами этажа... Орла? Да, вот это вот орла, ворота эти парадные. Причем, понимаешь, это вот какая-то еще ко всему... Ну, конечно, самая по философу, они это строили, строили, и, наконец, построили. Оно у них то загорелось по дороге, потом заплесневело. Плесенью теперь, да. То есть, извини меня, его, эту штуку еще и построить не могут. Вот ко всем прочим радостным событиям жизни. А песни есть. Рогозин цветет и пахнет. Летать не летаем, зато поем. Знаешь, это что напоминает старый анекдот, когда ребенок приносит этот дневник, вот, по окончании года, и папа читает, а математика 2, литература 2, физика 2, химия 2, пение 5. И он еще поет. Он еще и поет, да. Да, он очень подходит этот анекдот к ситуации. И главное, ну, или, может, у них там летает какая-то специальная муха-ЦЦ, которая их в голову жалит, и от этого они такие вот начинают глупости творить. Ну, как это еще-то можно объяснить? Объясни, ну, скажи мне, пожалуйста, Даша. Не знаю, наши слушатели тоже возмущаются. Никогда не интересовалась политикой, никогда никуда не выходила. Это Ирина пишет. Но фильм про дворец меня добил, особенно если думать о том, какая пенсия у моей мамы, которая отработала в школе 40 лет. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе реакция. Тут еще ведь одна грустная штука. Вот смотри, вот если провести опрос какой-нибудь Бразилии, например, ну, я от балды называю Бразилию, неважно, Бразилия, Аргентина, Америка. Если еще кто такой Путин, они, может, краем уха как-то и слышали, то кто такой Навальный, они слышали, ну, подавляющее большинство населения. И вот смотри, вот фильм, там, сейчас у него 85 миллионов просмотров. 85, да. Да, это больше половины тех людей, которые считают русский родным языком. Не говорят по-русски, говорят по-русски около 250 миллионов человек. Вот считают русский родным 160 миллионов человек. Это уже больше половины. Учитывая, что на одном устройстве кино смотрит не один человек в среднем, а полтора, то на самом деле это практически все люди, которые говорят по-русски и при этом не являются малолетними детьми и очень старенькими, где-нибудь там в доме престарелых, которые уже, ну, не в состоянии просто осознавать что-то. Ну, практически это все люди, которые говорят по-русски, видели. И сейчас это потихоньку начинает расходиться в виде вот субтитрованного варианта, потому что фильм же говорильный, его же нельзя смотреть как вот, ну, произведение визуального искусства. Потихонечку люди там учатся, что есть там кнопочка субтитров внизу на Ютьюбе, и что есть кнопочка-шестеренка, которая делает автоматический перевод на любой, ну, то есть, вот. И это все расходится, это будет дальше расходиться. В конечном итоге это кино, там, я не знаю, через какие-то длинные отрезки времени наберет, там, я не знаю, под полмиллиарда просмотров в конечном итоге. Я от балды называю цифры, может, там не полмиллиарда, а 180 миллионов. Ну, короче говоря, много. И весь мир будет вот это вот видеть. Причем вот именно вот в этом вот формате эклектики из ампира, барокко и классического итальянского палаццо, который ни ампира, ни барокко, из вот этого заплесневеловости, из показной вот этой вот демонстративной роскоши в виде ёршиков для унитаза. И вот это, знаешь, как вот есть вещи, которые определяли в свое время россиян, и наш, как нас, как национальную общность. Это там был спутник, это была перестройка, ну, вот эти вот вещи. А сейчас еще появится ёршик, как определение национальной общности. Вот оно нам зачем, извините? Вот реально оно нам зачем? Нам зачем нужно, чтобы нас воспринимали как людей, у которых нет вкуса, есть неуемная тяга к роскоши? Вот объясни мне. Мне от этого лично, мне от этого стыдно. И то, что власть продолжает это вот все как бы пиарить дальше, чтобы это еще дальше пошло, я не понимаю. Я даже могу понять, когда мы начинаем вот этими ракетами бряцать, это мы типа из себя суровых мужиков изображаем. А этим мы из себя чего изображаем, извините? Да, суровые мужики в таких интерьерах, это, конечно... Не живут. Это сильно, да. Суровые мужики. Ну, я думаю, что, Никита, я думаю, что мы уже сейчас через пару минут к автоответу, перейдем. Слушатели присылают вопросы. Друзья, Никита Небылицкий. Мужские игры. Плюс 7903-7976-333. Видеотрансляция на нашем канале в YouTube. Автоответ. С Никитой Небылицким. Да, доброе утро. Автоответ Никита Небылицкий. Еще вот, ну, вот вы меня прям чуть-чуть, я завершить должен. Давай, давай. Прилепина. Знаешь, у меня товарищ есть такой куок, и мы, у дачи в Руковке была, и мы в 90-м году, когда только появились ноги Буша, я приезжал к нему на дачу каждый день, и мы жарили из этих ног Буша, ну, условный шашлык. Это, конечно, никакой не шашлык, но ноги Буша, короче, жарили на костре. А у него сосед был, который навалил, у него сгнило крыльцо, он его разобрал и навалил возле забора. И это крыльцо навалилось на забор вот этого койки. И забор наклонился, и мы потихонечку этот забор в штакетник, потихонечку, значит, брали эти доски, гнилые там, доски были, и на них, собственно, и жарили. Ну, и в конечном итоге, значит, пришла жена этого самого соседа скандалить на тему, значит, крыльца, которая главным мотивом того, как нехорошо мы поступили, ну, действительно, нехорошо, спора никакого, говорила, что, как вы можете, это знаменитый советский писатель, он написал более 29 произведений. Вот мы с Кокой очень долго думали, более 29 это сколько? 29,1 четверть или 29? Да, это очень смешная формировка. Потому что тогда уж 30, извините, если так уж более 29. Прекрасно. Ну, вот писатель Прилепин написал более 29 произведений. Так мы теперь и будем вот его величать. Да. Давай, поехали к автоответу. Перейдем к автоответу. Александр из Екатеринбурга пишет. Hyundai Solaris, 16-й год, объем 1,6 литра. В городе ведет себя нормально. На трассе на скорости примерно от 90 км в час становится тяжелоуправляемой. Машину приходится подлавливать, так как ее периодически болтает в стороны. Два раза ездил в сервис. Везде говорят, что никаких проблем по ходовой они не видят. Что можно сделать для устранения этого поведения? Или это, может быть, является особенностью этой модели? Ну, у Solaris действительно, особенно вот на ранних годах выпуска, была проблема с задней подвеской. Она слишком была мягкая на сжатие. И у него задницу начинало на пологих волнах раскачивать. И, соответственно, машину начинало переставлять. Я бы на месте нашего слушателя поискал бы тюнинговый задний амортизатор. Они существуют, их довольно много. Они недорогие. И это, в общем, частично проблему решает. Не полностью, потому что там, на самом деле, нужно пересматривать вообще всю конструкцию, начиная от пружины, заканчивая там амортизаторами и углами задних колес. Но так как это очень сложно, проще вот таким способом решить. Вся эта проблема сдвинется просто на более высокую скорость. То есть, если амортизатор поставить пожестче на сжатие, то в этом случае, ну, это все начнет происходить на скорости 130-140, с которой просто не надо ездить. И вот эта ситуация, это не та машина, на которую нужно быстро ездить. Слушай, значит, смотри из того, что еще, значит, пишет наш слушатель. Уважаемый Никита, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к раскоксовкам двигателя? Ну, смотрите. Я понял, что имеет в виду наш слушатель. Объясни нам, пожалуйста, тем, кто не понял. Если говорить очень просто, то имеется в виду в данном случае масляная раскоксовка. То есть, когда масляные каналы в машине забиваются шлаком. Этот шлак забивается от того, что масла, которые используются, они не очень высококачественные, во-первых. А во-вторых, машина эксплуатируется не совсем правильно. То есть, она эксплуатируется на низких оборотах с высокими температурами в пробках. И, соответственно, постепенно вот этот нагар масляный, он не нагар, вернее, а шлак масляный, он прилипает к стенкам, все это забивается. Есть несколько вариантов, как это все дело раскоксовать. Нужно просто иметь в виду, что они все эти варианты, это довольно ядреная такая химия, которая, кроме того, что раскоксовывает вот этот самый нагар, шлак. Это не нагар, потому что оно не нагорело, оно просто отложилось. И, соответственно, как бы эта химия растворяет не только его, но еще, в общем, все, до чего дотянулось. Как то сальники, как то, собственно, материал сам двигателя внутри, алюминиевые головки и так далее. Ну, то есть, в каких-то ситуациях, к сожалению, это делать надо, потому что, на самом деле, действительно масляный канал забивается, и все это становится... Вот, это первое. Вторая, второй вопрос, видимо, предполагает, есть еще другой вариант раскоксовки. Это когда у вас внутри камера сгорания и каналов, по которым вам поступает смесь в двигатель, ну, имеется в виду клапанные каналы, там, собственно, сам клапан, впускной, выпускной, в общем, любой. Вот там вот действительно образуется нагар, который действительно, в общем, тоже в определенных ситуациях надо раскоксовывать. Но это тоже имеет свои проблемы, потому что, опять же, вы это делаете химически, обычно. Соответственно, часть этого дела растворяется, а часть нет. И у вас, получается, какой-то момент есть, когда куски вот этого самого очень крепкого и твердого углерода, это, конечно, не алмаз, но, тем не менее, достаточно крепкая и твердая субстанция летает внутри двигателя. И, соответственно, попадает в пару трения кольцо стенка цилиндра, кольцо поршень, ну, кольцо вкладыш реже, но, тем не менее, это может попасть, там, например, в точку сопряжения клапан, клапанное седло. И, в общем, на самом деле, это не очень здорово. По большому счету, если сказать честно, то, в общем, надо, конечно, снимать с машин голову в этой ситуации и раскоксовывать это по-человечески, ну, и, соответственно, поршня, и раскоксовывать это по-человечески. Но, тем не менее, так как это довольно дорого и на машинах, которые, ну, не супер дорогие, это делают не очень экономически рентабельно, то, в общем, это делают химическим способом. Я вам могу сказать такую штуку, что, например, если у вас дизель и, например, стоит EGR, то действительно у вас адски забивается впускной коллектор из-за этого, ну, потому что, грубо говоря, по два раза прогоняется воздух через двигатель после выхлопа. Это все с сажей, с остатками несгоревшего какой-то субстанции, с неким масляным туманом перегоревшим. Вот это все по второму разу в мотор попадает. Я это себе делаю следующим образом. Я раз там 150 тысяч километров снимаю себе голову с дизельных моторов и полностью все чищу. То есть я пескострую при помощи скорлупы и ореха впускные каналы, в которые залезть нельзя, где можно залезть. Просто чищу все это дело, привожу голову в состояние, что она внешне абсолютно как новая, и ставлю назад. Я имею в виду российскую эксплуатацию, в европейской эксплуатации это можно смело не делать. Но надо просто иметь в виду, что эта работа довольно дорогая. Я это делаю сам, поэтому у меня получается, ну, как бы это дешево. Тут, собственно говоря, кроме расходников в виде комплекта прокладок, в общем, ничего это мне и не стоит. А если человек это делает на сервисе, то это, конечно, большие достаточно деньги. Ну, к сожалению, эксплуатация в России автомобиля, она не соответствует той эксплуатации, под которую автомобиль спроектировал. Давайте уже называть вещи своими именами. Но тут уж ничего не сделаешь. Мы живем там, где живем, живем так, как живем. Поэтому как бы в рамках этого нужно как-то вот существовать. Ну, в общем, как это ни печально, раскоксовка не полезная история. Не с точки зрения раскоксовки масляной системы, не с точки зрения раскоксовки вот камер сгорания и всего, что с ними связано. Но, тем не менее, бывает ситуация, при которой, к сожалению, это делать необходимо и как бы это нужно делать. Единственное, что категорически, вот эта вся история с водородом, вот этого делать категорически нельзя. О, это модно, сейчас очень широко рекламируется в Москве, по крайней мере. Да, это модная штука, потому что все же мы мечтаем найти какой-нибудь вариант, при котором просто и дешево, раз и все получилось. А так, к сожалению, не всегда бывает. Наверное, бывают какие-то исключения, но это не относится к водороду. Это дико вредно для мотора и как бы делать этого не стоит. Ты знаешь, наш слушатель Костя не без юмора совмещает текущие, так сказать, новости с рубрикой «Автоответ». Это просто, зачитаю. Никита, хелп, ситуация. По салону пошла плесень, что делает бюджет плюс-минус 100 миллиардов. Может быть, демонтировать аквадискотеку, интересуется Константин? Я думаю, демонтировать заказчика лучше всего. Окей, слушай, помнишь, ты рассказывал о чудесном способе, которым можно воспользоваться, если течь в радиаторе, это вот это вот покрошить сигарету. Сигарету, да. Олег из Калининграда просит тебя уточнить, сколько все-таки сыпануть табачка в систему охлаждения течи радиатора у Олега? Один сигарета. Одну сигарету. Достаточно будет. Обычно, ну, в 99% случаев. Слушай, на самом деле существуют герметики для радиатора. По большому счету то же самое. Есть еще способ засыпать туда горчицу. Ну, имеется в виду горчицу сухую. Но если у вас нет какой-то совсем архидырки, ну, понимаешь, ведь причина течи, она может быть разная. Ну, там есть, например, какая причина. Протерся, например, шланг системы охлаждения. Ну, такое бывает. Неправильно был расположен, там, я не знаю, выскочило скрепление, вот протерся дырка в нем. Понятно, что никакой сигареты, эта проблема не решается. Что резиновый шланг нужно просто поменять. Есть там второй вариант, например, что у вас пробита прокладка головки блока. Или там трещина, например, на головке. Или головку повело. Это тоже никакой сигареты, понятное дело, не решится. Но если, например, у вас микротрещина где-нибудь там в сочленении резинки, то есть у нас же современный радиатор, у них пластиковые бачки. Соответственно, а трубки алюминиевые. Эти алюминиевые трубки сидят в пластиковом бачке при помощи специального резинового уплотнения. Вот на месте, где это резиновое уплотнение касается трубки радиатора, бывают иногда протираются такие микро-микротрещинки. И все это начинает потеть. Вот это решается сигаретой на раз. Вот то есть такого рода течи, да, решаются. Понятно, что это не навсегда. С другой стороны, я просто собственными глазами наблюдал автомобили, которые в таком виде годами ездят. Ну да, наверное, в этой ситуации лучше купить новый радиатор. Ну а представь себе ситуацию, человек там какой-нибудь, я не знаю, 123-й Мерседес со 110-м мотором, которому 200 лет в обед, он при этом ездит, у него потеет радиатор, нужно решить проблему этого потения. Если купить новый радиатор на этот Мерседес, особенно оригинальный, он будет стоить как чугунный мост или как два эти Мерседеса. Ну а что человеку в этой ситуации делать? Ну тут герметиком пользоваться. А герметик можно купить как герметик, а можно сигарету выпотрошить. Они работают одинаково. Хорошо, принято. Так, просит твоего комментария, слушатель пишет, полное доверие к вашему мнению от нашей семьи, очень полезная информация, расскажите о Тойоте Венза. Ну, смотрите, я уже говорил, мы с Тойотой существуем в разных ипостасях. Я не в смысле того, что она там плохая или хорошая. Просто вот для меня лично Тойота машина не делает. Венза машина неплохая, если считать, что Тойота в принципе автомобиль неплохой. Меня больше всего в этой ситуации вот что раздражает, просто надо понимать, покупает Тойота. Ребята, история о том, что Тойота какая-то гипернадежная, это пиар. Более-менее машины одного класса примерно одинаковые по надежности. Другое дело, что если вы покупаете машину с атмосферным мотором 1.6 мощностью 100 лошадиных сил, то очевидно, что этот мотор проживет дольше, чем турбированный мотор 1.6 260 сил, который, кстати говоря, стоит вот на недавно протестированной Тойоте ГР. Ну, просто потому, что энерговооруженность двигателя, относительно литровая мощность, очень сильно влияет на ресурс. По простой причине, что такое мощность? У вас сверху взорвалось и пихнуло поршень. Вот сила, с которой пихнули поршень, чем выше литровая мощность, тем выше, соответственно, а чем ниже, тем ниже. Соответственно, сочленение поршень, поршневой палец, шатун, шатунный вкладыш, там коленвал, коренной вкладыш, кольца, вот это все, чем мощнее мотор, тем больше он испытывает нагрузки. Чем меньше литровая мощность мотора, тем меньше все это испытывает нагрузки. Поэтому, если вы покупаете Вензу, то покупайте ее самым простым мотором, не ждите от нее каких-то чудес с точки зрения динамики и всего остального, но при этом это нормальный автомобиль, он нормально инженерно сделанного, делали нормальными руками его, ну, то есть нормальный автомобиль, но просто надо понимать, что это не произведение автотехнического искусства. А давайте все-таки не будем забывать, ребята, мы стремительно с вами движемся к тому моменту, когда все будет в мире электрическое и управляться будет само. То есть, грубо говоря, вот того удовольствия, которое вы сейчас получаете от того, что вы управляете автомобилем, на каком-то большом достаточно плече, ни завтра, ни через три года, ни через пять, но на каком-то плече не будет. И поэтому недоезженное сейчас удовольствие, оно больше никогда не вернется. Это как тот велосипед, которого если в детстве не было, то уже его и не было, да. Да, если ты жил на Петроградской стороне, в пятиэтажном полубараке, то как-то себя дворцы в Геленджике не строят, и все равно останешься человеком, который жил в Валерийнградском полубараке. Вот, как бы, давайте себе искусственную полубараку не создавать. Вот, собственно, все, что я хочу сказать. Так, Рома пишет. У меня дилемма. Сейчас у меня старенький, девятого года. Hyundai, Starbucks Grand Diesel, корейский еще. Стараясь ухаживать, но стала подгнивать железо. С супругой подумали о замене, и почему-то нам приглянулось Volvo XC70 или XC90. Кстати, про XC90 в целом очень много вопросов от слушателей. Посоветуйте, что лучше из них, и что лучше, на ваш взгляд, в этом случае будет брать дизель или бензин? Ну, смотрите, тут ситуация следующая. Значит, дизельный автомобиль гораздо сложнее технический, чем бензиновый. По многим причинам. И при этом он дороже. А та экономия, которая реально в сравнении с современным бензином дизельная машина дает, она не столь очевидна, как это было раньше. Поэтому, как бы, отбивать эти деньги будет довольно долго. Это с одной стороны. С другой стороны, просто конструктивно дизельная машина имеет более высокий КПД. Имея более высокий КПД, она меньше энергии переводит из энергии движения в энергии тепла. Тепло, как известно, главный враг любого двигателя на ископаемом топливе. И, естественно, двигатель бензиновый более теплонагруженный. Поэтому дизельные двигатели чисто гипотетически более надежные. Гипотетически, потому что практически количество систем, которые существуют с современным дизельным двигателем, которые его пытаются привести вот к этим самым экологическим нормам, которые сейчас есть, оно столько велико, что просто по теории вероятности, чем больше у тебя деталей, тем больше вероятность, что что-то сломается. Поэтому как бы тут, ну, я бы, наверное, брал бензиновую машину сейчас все-таки, вот, но тут уж каждый решает сам, вот, а XC70 и XC90, смотри, XC70 и XC90 на самом деле абсолютно разные машины, они внешне, в общем, где-то как-то похожи, но это разные автомобили, XC90 автомобиль большой, соответственно, достаточно дорогой из-за этого, ну, имеется в виду XC70 тоже не дешевая, Но XC90 дороже, чем XC70, поэтому, как бы, нужно понимать, что, в общем, купив XC90, вы больше потеряете в абсолютных деньгах, в процентах, может быть, и столько же, а вот в абсолютных деньгах больше, есть ли смысл это делать, но, опять же, каждый решает по собственным доходам, если вам все равно, сколько машина стоит, тогда берите XC90, потому что она, ну, знаешь, как вот, там, Mercedes C-класса хуже, чем Mercedes E-класса, по ощущениям от езды, Ну, вот, если не как спортивную машину воспринять, а просто как транспортное средство, там, или BMW 3-шка менее комфортная, чем BMW 5-ка, ну, просто, потому что классом не живут, та же самая история XC70 и XC90, конечно, XC90 выше класса, безусловно, с точки зрения ресурса и всего остального, это плюс-минус одно и то же, вот, поэтому, как бы, мне внешне больше XC70 нравится, вообще не очень люблю большие машины, честно говоря, потому что 99% времени большая машина везет сама себя, Соответственно, она и бензин тратит на то, чтобы везти саму себя, и тормозит она хуже, потому что везет тяжелую саму себя, вот это вот комплексная вот эта история, я люблю маленькие машины, но есть люди, которые маленькие машины вообще не воспринимают, ну, как бы, я их мнение уважаю, почему нет? Да, друзья, рубрика «Автоответ», Никита Небелицкий до конца этого часа отвечает на любые ваши вопросы, про машины, про мотоциклы, плюс 7903-797-6333 и видеотрансляция на канале «Серебряного дождя» в YouTube. Автоответ с Никитой Небелицким. Доброе утро. Про большие машины слушатели пишут, ну, Никита, большая машина везет не себя, она везет эго-владельца. Ну, наверное, но, понимаете, на самом деле мне как-то кажется, что вот ехать на маленькой 911 Turbo S в 992-м кузове, вот прямо едешь, а эго, оно покрывает все вокруг. А вот когда едешь на каком-нибудь там УАЗе «Патриот», то эго тащится сзади вместе с отваливающимися частями, да. Кстати говоря, авторевью, не авторевью, извините, за рулем журнал Макс Подаков, главный редактор, мой товарищ, сделал выборку по самым гниющим автомобилям на рынке, которые быстрее всех ржавеют. Ну и на первом месте, конечно, наш любимый УАЗ «Патриот». Понятно. То есть тут на втором Гранта. Так, побежали еще по вопросам. Андрей спрашивает, насколько безопасно для ресурса автоматической коробки передач тормозить коробкой? Переключать передачу вниз? Ну, я так понимаю, что да. Безопасно, это расчетно режиме. То есть на ресурс самой коробки это не влияет? Нет, не сказывается. Просто это смысла не очень много имеет, потому что коробка автоматическая связана с колесами, в общем, не жестко. Она через гидротрансформатор связана. Ну, а зачем? Ну, вот реально. А чем тормозами вам не нравится тормозить? Понятно, если вы едете в горах, то добавить к тормозящему моменту тормозящий момент двигателя для того, чтобы просто меньше греть колодки, это разумно. Ну, то есть в грузовиках есть такая штука, моторный тормоз называется, в легковых автомобилях ее нету, но, как бы, вместо нее можно вот передачами тормозить. Это, в общем, на самом деле и правильно. Более того, если вы на серпантин заезжаете, там даже написано, что тормозите двигателем. Ну, вот, но так просто в обычном режиме, а зачем? Смысл в этом какой? Ну, это не очень правильно с точки зрения, вот. Так, Маша из Москвы пишет, Ауди Ку-5, 9-го года, пробег 200 тысяч, накрылась топливная система во главе с ТНВД. Стоимость ремонта почти равна стоимости самого автомобиля. Что делать? По кузову за все это время только легкие царапины, но, тем не менее, вот, Маша такие проблемы уже получила. Надо смотреть, на самом деле, что накрылось в ТНВД, потому что нас очень любят дилеры приговаривать прямо узлом, для того, чтобы не заморачиваться, что сломалось. Эти ТНВД, это некое устройство, оно целиком накрыться вряд ли может, там накрылось что-то. Надо найти людей, которые в вашем городе умеют ТНВД чинить и починить таким способом. Тем более, что, в общем, ну, реальные ТНВД, есть вещи, которые вообще не чинятся, ну, иногда не чинятся, например, форсунки, если дизельный двигатель. Хотя тоже, кстати, иногда и чинятся. Ну, вот, потому что в 90% случаев форсунки портятся, она просто забивается, начинает лить. Вот, и ее можно ультразвуком почистить, то есть есть много вариантов. Ну, вот, но по ТНВД выясните, что у вас сломано, прежде чем принимать решение о том, что, вот, типа, все меняется. Ну, то есть для начала попробуйте найти еще другой сервис, да, мини-дилерский. Потому что понятие накрылась топливная система, это как-то, я ни разу в жизни не видел, чтобы топливная система накрывалась целиком. А вот Маша тебе пишет, ТНВД дал стружку, дизель, да, и все, говорят, что все под замену. Да, ну, тоже перебирается все это, трущаяся пара перебирается. Нужно поискать, где это могут сделать, вот это для начала. Если уж вы выясните, что это не делается, ну, дальше вы принимаете решение. Либо вы вкладываете в эту машину стоимость машины и ездите на ней дальше. Потому что, в отличие от УАЗа, Патриот купятая не гниющая. Либо, как бы, вы ее продаете в том виде, в котором она есть. Но, что я категорически не рекомендую делать, это покупать поддержанную ТНВД. Потому что это абсолютный код. А ты как-то даже, я помню, да, говорил. Да, может повезти, а может и не повезти. Тут, как бы, ну, или его нужно капитально диагностировать. Но тогда, опять же, нужен человек, который умеет все это дело разбирать, собирать. Слушай, вопрос, возвращаясь к вопросу про Volvo XC90. Нашим слушателям многим действительно очень нравится эта машина. Они задают про нее вопросы. Ну, вот, например, Наташа пишет, что нравится, но очень дорогая. И спрашивают, как альтернатива для этой машины. Например, выходящий Volkswagen Taramont, который Atlas. Как он себя интересует, Наташа? Не, машина Atlas хорошая. Надо просто понимать, что это разного класса машины. Volvo потому и такая дорогая, что, в общем, эта машина, относящаяся к классу премиум. Это машина, конкурирующая с Audi, с BMW, с Mercedes, вот аналогичного размера, аналогичного формата. Volkswagen все-таки классом ниже машина. И из-за этого довольно много что проистекает, в том числе, там, качество отделки внутри машины, качество изготовления, инженерика. Ну, в общем, много чего. Потому что Volkswagen все, вот, Taramont, там, вот эти вот все, это, в общем, по большому счету, пассатовская, ну, в очень широком смысле платформа, каким-то образом видоизмененная. Вот, а Volvo, это, ну, другого класса машины. И, ну, с другой стороны, безусловно, вы, например, пассате, опять же, в абсолютных деньгах перепрод... Все-таки никто практически, ну, за малым исключением, не покупает машины для того, чтобы их оставить себе на всю жизнь. Люди все-таки покупают машину, чтобы купить какое-то время на ней поездить, ну, попав на сколько-то денег. И потом эту машину, соответственно, продать. И вот вопрос попадания на то количество денег, на которое человек в результате этого попадает, да, есть исключение. То есть можно совершенно запросто купить, там, я не знаю, Porsche 911, проездить на ней 20 лет и продать ее дороже чем-то купил. Ну, это, ну, понятно же, что это исключение, подтверждающее правило. Ну, это очевидно абсолютно. Так, давай успеем еще вопрос. Слушатель пишет, для передвижения в экспедиционном формате что лучше, «Остромовская диодная балка или хэлловские дополнительные лампочки родного света не хватает», пишет слушатель. Смотрите, я вообще считаю, что нет смысла покупать брендовые светодиодные балки, потому что китайские, которые стоят 150-170 евро, абсолютно ничуть не хуже. Я могу вам сказать, у меня на баге просто необходима там балка. 30 секунд вас, Никитушка, да. Я чего только на них не ставил. Вот самый лучший вариант Алиэкспресса – китайская балка. И не парится вообще, что это китайская. Да, она дешевая, просто их меняешь, ну, Китай. Она все равно не соответствует правилам дорожного движения. Ее можно включать только там, где они дороги общего пользования. Друзья, рубрика «Автоответ» каждый понедельник в эфире «Серебряного дождя» в 10 часов утра. Я напомню, что эту и другие программы «Серебряного дождя» вы можете пересмотреть в нашем YouTube-канале. Оставайтесь с нами. Никита вернется в эфир завтра в 10 утра. Мы с вами услышимся в 7 утра.